Вторая больница, это центральная база экстренной медицинской помощи, куда попадают все раненые полностью, военные, мы начинаем лечение экстренных условий отделения второй больницы. Потом надолечивание, если это военный переходит в медруду, если по гражданской, то остается надолечивание в хирургических отделениях, в челюстно-лицевой нейрохирургии. Сегодня у нас достаточно торжественное мероприятие. Очень для нас важное, для города, потому что, к сожалению, не все принимают проблемы, не все на них откликаются. И одни из таких людей, которых мы знаем, которых мы очень уважаем, которых очень любят горловчане, это гуманитарный батареон Ангел. Они сегодня приготовили нам удары к одной из больных, все думают, что они озвучат, что они привезли. И мы, в свою очередь, будем очень благодарны с уважением. Просто мы привезли, у нас есть запасные бейлы. Это по протесту искусственной вентиляции легких. Бывает такое, что человек, например, легкий... Мы знаем, что у вас есть огромное количество стильных пунктов, которые под обстрелом каждый раз. И эта штука может кому-нибудь спасать жизнь. Мы привезли ее, она очень неудобная тем, что она автомобильная. То есть, она не стационарная автомобильная, то есть, можно ее, по большому счету, поставить даже в любой автомобиль, и можно спасти человеку жизнь. Мы ее обручаем, мы ей надеемся, что она будет выполнять правильные функции и поможет нам в общении. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо всем. Расскажите, насколько этот аппарат важен для больницы? Этот аппарат очень важен для больницы, потому что эти аппараты, они предназначены для дачи наркоза больным. Если нет аппарата, то, естественно, и наркоза не будет. Поэтому они же ломаются, выходят из строя. Поэтому эта техника, которую мы получили, она очень нужна. Потому что вторая больница – это оргетная больница. Вся хирургическая помощь оказывается у нас. И этот аппарат, он незаменим просто для оказания помощи больным.